Руберт Бёрнс Руберт Бёрнс – шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм. День рождения Руберта Бёрнса, 25 января, национальный праздник в Шотландии, отмечаемый торжественным обедом, сопровождаемый игрой на волынках и чтением стихов Бёрнса. Поэзия Руберта Бёрнса получила широкую популярность благодаря переводам Самуила Яковлевича Муршака, которые не всегда дословно передают оригинал, но своей простотой близки бёрнсовским строкам. Джош Гордон Байрон – британский поэт-романтик, чье творчество оказало огромное влияние как на английскую, так и на русскую литературу. Родители будущего поэта были обедневшими аристократами, но после смерти дедушки в 1798 году юный Байрон получает в наследство титул лорда и родовое поместье. Первая книга Байрона вышла в 1807 году, но только его вторая книга «Английские барды и шотландские критики», появившаяся два года спустя, принесла ему невероятный успех. В 1812 году он создает две первые песни своей новой поэмы «Чайлд Гарольд», 14 тысяч экземпляров которой разошлись за один день. «Чайлд Гарольд» стал прототипом бесчисленных байронических героев в литературе разных стран Европы. Известный критик Виссарион Григорьевич Белинский писал, «В 20-х годах раздалось в нашей литературе слово «романтизм». Все заговорили о Байроне, и байронизм сделался пунктом помешательства для прекрасных душ. Вот с этого-то времени и начали появляться у нас толпами маленькие великие люди с печатью проклятия на челе, с отчаянием в душе, с разочарованием в сердце, с глубоким презрением к ничтожной толпе. Мода на байронизм продолжалась еще очень долго. В 1832 году Михаил Юрьевич Лермонтов пишет «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой». В романтизме в качестве героя выдвигается исключительная личность, одинокая, неудовлетворенная действительностью, мятежная, бунтующая против миропорядка, наделенная стремлением к абсолютной свободе, к недостижимому идеалу. Байрон острее многих чувствовал безнадежное несоответствие романтических идеалов и действительности. Противостояние исключительной личности и низменного мира, по словам поэта, приводит к мировой скорби. Его герои на несовершенство мира реагируют либо мечтательностью, либо бунтом. Хокку или хайку – жанр традиционной японской поэзии. Традиционные японские хокку состоят из 17 слогов, которые в русских переводах обычно перелагаются в виде трехстишия, в первой и в третьей строчке которого пять слогов, а во второй – семь слогов. Однако встречаются переводы или подражания, которые могут быть как короче, так и длиннее 17 слогов. Рифма, популярная в европейской лирической поэзии, для хокку не является обязательной. Искусство написания хокку – это умение в трех строках описать момент, рассказать о многом, используя минимум слов. В классическом хокку центральное место занимает природный образ, явно или неявно соотнесенный к жизнью человека. Первая из трех коротких строчек содержит исходную информацию о месте, времени и сути события. Вторая строка раскрывает смысл первой. Третья же представляет собой выводы, отражающие отношения автора к происходящему. Мацуо Басё – японский поэт, теоретик стихосложения, сыгравший большую роль в становлении поэтического жанра хокку – хайку. Мацуо Басё происходил из небогатой самурайской семьи. Его отец и старший брат зарабатывали преподаванием каллиграфии при дворах более обеспеченных самураев, поэтому будущий поэт получил неплохое по тому времени образование. Мацуо начал изучать поэзию в 1664 году, в Киотто, а позже и сам стал обучать других искусству сложения стихов. После себя Басё оставил семь сборников стихотворений, путевые лирические дневники, предисловия книгам и стихам и письма, содержащие суждения об искусстве и поэзии. Его стихи оказали огромное влияние на японскую литературу того времени и опередили развитие японской поэзии на ближайшие 200 лет. Ун Генри – псевдоним американского писателя и журналиста Уильяма Сидни Портера, написавшего несколько сотен рассказов, пользовавшихся широкой популярностью среди читателей. Одним из них был рассказ «Дары волхвов». История о том, как волхвы следовали за Вифлеемской звездой, чтобы поклониться новому царю Израиля, известна многим. Мудрецы с Востока принесли новорожденному Христу в дар золото, ладан и смирну – драгоценное благовонное масло. Волхвами и их дарами была заложена широко известная традиция дарить подарки на Рождество. Именно о рождественских подарках и пойдет речь в рождественском рассказе о Генри. Рождественский рассказ или святочный рассказ имеет свою специфику. Действие в нем происходит в святке, период от Рождества до Крещения. В центре рождественского рассказа – нравственное преображение героя через чудо, которое реализуется не только как вмешательство высших сил, но и счастливое совпадение событий. Особой популярностью жанр пользовался во второй половине XIX века. Ежегодно к Рождеству издавались сборники рождественских рассказов. Однако уже в начале 1910-х годов интерес к этому жанру падает. К самым известным примерам этого жанра можно отнести рождественскую песнь в прозе Чарльза Диккенса, где главным героем является небезызвестный скруч, олицетворение скупости и бережливости, а также девочку со спичками Ганса Христиана Андерсона. Отчасти к этой традиции можно отнести и повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». В отечественной литературе обычный для рождественского рассказа светлый и радостный финал часто сменяется трагическим, как, например, в рассказе Федора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Рэй Дуглас Брэдбери – американский писатель, автор известной антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклы рассказов «Марсианские хроники», повести «Вино из одуванчиков» и сотен фантастических рассказов. Писатель считается классиком научной фантастики и является обладателем нескольких престижных литературных наград – премии «Небьюла» 1988 года и «Хьюга» 1954 года. Впрочем, сам он полагал, что у него только одна книга в жанре научной фантастики, и это «451 градус по Фаренгейту» – роман, основанный на реальности. Конечно, это утверждение несколько преувеличено. В основе фантастического произведения всегда лежит фантастическое допущение – идея, которая не встречается или принципиально невозможна в реальности. Научная фантастика основывается на фантастических допущениях, не противоречащих современной науке, а предполагающих ее дальнейшее развитие. Эти допущения могут быть как в естественно-научной области, физике – новые законы природы, технологии – космический корабль, машина времени, географии – неизвестный континент, так и в области гуманитарных наук – социологии, истории, этике. В первом случае мы имеем дело с так называемой твердой научной фантастикой, а во втором – социальной фантастикой, утопиями и антиутопиями. При этом в одном произведении может сочетаться несколько видов допущений одновременно. Произведения, основанные на ненаучных допущениях, относятся к другим жанрам, например, к фэнтези.